Доброго времени суток, с вами PopMMA News. Когда речь заходит о PopMMA, ассоциативный ряд приводит к следующим вещам. Ты думаешь то, что будут драки, потасовки или Залимхан Юсупов из-под тишка может задушить очередную афару? Но к счастью или к сожалению, сегодня все не об этом. Мы поговорим о бойце, который благодаря PopMMA смог подписать контракт с UFC. Ну а вам я желаю приятного просмотра, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Ну а речь пойдет о Шарабудине Магомедове, более известном как Шарабулет. Он пришел в PopMMA с профессиональным рекордом 4-0. На тот момент у него не было вообще никакой медийки. Ну а я вам расскажу его карьеру, связанную лишь только с PopMMA. Всего лишь 5 боев и он уже в UFC. Нет, это далеко не так, потому что у него было много различных боев по любителям и так же по профессионалам и по кикбоксингу. При этом при всем он выиграл все бои и при этом досрочно практически все. Днемся в сферу PopMMA, как же Шара смог залететь туда? Все очень просто, а Шара, как и любой боец, нуждался в деньгах и в боях, так же в славе. PopMMA набирал только ход и у него был такой замечательный друг, как Алавсет Мамеев, который привел его в PopMMA. На промоушен наше дело, так как Шара был очень скромным и не любил говорить на камеру, Алавсет Мамеев раскачивал его медийно. Ну а наше дело подготовили ему довольно таки жесткого соперника, это Василий Зубков. PopMMA он вообще не известен, но в профессиональном ММА он имеет достаточно интересный рекорд, это 14-13. Он был достаточно опытным бойцом, которому на тот момент было 37 лет. Также на тот момент Артем Тарасов, не зная Шару, отчаянно топил за Василия Зубкова. Также перед началом боя хочу отметить тот момент, что регламент нашего дела представляет собой 3 раунда по 3 минуты, в отличии от профессионального ММА, где 3 по 5. Молодой и амбициозный Шара в тот момент смог очень сильно порадовать публику, показать действительно свои навыки на высочайшем уровне. В общем и целом, дебют для Шары Буллета в PopMMA прошел идеально. В бою против Зубкова Шара изначально наращивал темп, держал дистанцию, проверял его корпус. За 2 раунда Шара нанес достаточно много урона и Зубков чувствовал себя крайне плохо. Развязка пришлась на 3 раунд, спустя 30 секунд Шара ловит тайский клинч Зубкова и накидывает огромную серию ударов с колена в голову. Естественно, Зубков не выдерживает и падает, а Шара просто мгновенно начинает накидывать удары. Также из-за регламента нашего дела, где в партере всего лишь дается 30 секунд, рефери приходится разнимать их поединок. Но Василий Зубков не может подняться и Шара Буллет досрочно выигрывает свой первый бой. Такой яркий ударник сразу же заинтересовал промоушен наше дело и они решили позвать его в гран-при нашего дела. Но там было одно но, Шаре приходилось выступать в 93 килограммах, хотя до этого он дрался 84. Тем не менее, Шару не смутил этот тернистый путь и он стал проходить его. Вот благодаря жеребьевке Шара Буллет будет драться в 1-8 финала гран-при нашего дела против Эльдара Гарафуддинова. Он также успел провести одно противостояние в нашем деле, где выиграл. И в этом бою, благодаря своим антропометрическим данным, Эльдар был фаворитом, но заряженного Шару это никак не останавливало. Уже в первом раунде было видно, что Эльдар делает всю ставку на борьбу, но Шара был полностью готов к его борьбе. Затем весь раунд Шара держал его на дистанции. Каждый раз, когда Эльдар лез в борьбу Шара-контрилову и просто потом наказывал локтями, тем в конце раунда просто три колена в голову прилетают Эльдару и он просто падает. Тем не менее, он смог 5 секунд продержаться до конца раунда. Также тотальный контроль со стороны Шары приводит его к жесткой доминации во втором раунде, где он часто проверяет корпус и голову своего оппонента. Это ему с легкостью удается, он опять смог уронить Эльдара. На третий раунд Эльдар вышел чисто на характере, без каких-либо уже сил. Ну а сам Шара смог нарастить темп в третьем раунде. И опять он проводит весь третий раунд в полной доминации. Ну а Эльдара раз за разом спасает время Партера. Таким образом, единогласным решением судей Шара выигрывает свой первый бой в гран-при и выходит в 1-4 финала, где судьба злодейка подкидывает ему борца. Его соперником стал Владислав Ковалев по прозвищу Белас. Белас смог составить неплохую оппозицию для Шары. Сам Белас был ростом ниже, но весом он был больше на 5 кг. Владал действительно хорошей борьбой. В первом же раунде Белас просто пытается перебороть Шару. Шара выдерживает дистанцию и всегда контрит эту борьбу. При этом нанося жесткие удары по Белазу. В моменте у Шары получается даже нанести очень сильный удар коленом по челюсти Белаза, чего он был немножко растерян и шел дальше только лишь в борьбу. Также удары ногой Шара просто использовал великолепно и накидывал столько лоу-киков сколько мог. Но в последние секунды первого раунда Белас все-таки смог провести тейкдаун. Этот раунд вчистую уходит в копилку Шары. В втором раунде произошло нечто неожиданное. Ковалев смог нарастить свое преимущество благодаря борьбе. Большую часть раунда Белаз смог контролировать Шару. Из-за этого Белаз выигрывает раунд и счет становится 1-1. В третьем раунде Шара включил свой режим жесткой ударки и наносил удары под любым углом. Также спокойно контролировал Белаза в борьбе, давая ему никаких шансов. Единогласным решением судей Шара выигрывает это противостояние. Белаз все-таки признал свое поражение и молча ушел с клетки. Ну а затем Шаре выпадает очень интересный соперник. Это Иван Майданчук по прозвищу Панчер. В тот момент у Ивана был рекорд в нашем деле 5-0. Этот бой пользовался огромным ажиотажем, ведь все понимали, что 3 раунда в этом бою никак не может быть. Изначально Шара спокойно держал на дистанции Ивана. Вот спустя 2 минуты этого противостояния ударом в корпус Шара смог сбить Ивана на пол. Или Шара начинает жестко сушить бедра сопернику. Вот на последних секундах этого раунда начинается зарубок, где Шара в размене попадает с правой руки в челюсть и роняет соперника на пол. Затем быстрая серия ударов локтями, которая досрочно выводит Шару Буллета в финал, где его уже ждал 23-летний Павел Бурлуцкий. Шара, как обычно, холоднокровно выходит на свой поединок, начинает проверять дистанцию и пытается пробить корпус сопернику. При этом пытается нанести как можно больше лоу-киков в начальных раундах. Вот спустя 2 минуты Шара закидывает неожиданный джеб левой рукой и роняет просто Павла. Начинает жестко добивать его, но рефери останавливает поединок. Шара Буллет становится чемпионом нашего дела в весовой категории до 93-х килограмм. Затем Шара выразил благодарность нашему делу и был готов продолжать сотрудничество. Но на тот момент для него не нашлось серьезных соперников и ему пришлось продолжить свою профессиональную карьеру, которая тоже состоит практически из одних хайлайтов. Затем, спустя небольшое количество времени, Шара Буллет возвращается в поп ММА и приходит на промоушен хардкор ММА. Где ему постоянно предлагали какие-то новые бои, но никак не могли договориться по поводу контракта. Ну а даже если бы они договорились и Шара смог выступить на хардкоре по ММА, не важно с каким соперником, то Анатолий Сульянов бы обязательно сказал, что Шара Буллет был изначально их бойцом перед тем как перейти в UFC. Также, подводя итоги, хочется сказать, что в поп ММА много людей, которые говорят и хотят перейти в UFC, но ничего для этого не делают, а просто дерутся ради денег и грязного хайпа. На данный момент Шара Буллет является единственным человеком, который дрался в поп ММА и подписал контракт в UFC. Возможно, благодаря ему будет построен новый путь с поп ММА прямиком в UFC. О Шаре в UFC мы желаем лишь только удачи, ведь он действительно заслуживает быть чемпионом UFC. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите, хотите ли вы увидеть выпуск, где мы разберем возможных соперников для Шара Буллета в UFC и в какой весовой категории он там будет драться. Ну а с вами были поп ММА Ньюс. Берегите себя и своих близких. На связи.